Добрый день! Угадайте кто? Это MGC. MGC 4х4. Кажется, а зачем? Вроде был. Вот же. Хвалю его очень часто. Отличный кубик. Но вышла версия обновленная. Называется Speed Micro Actuator Version. Вот так вот прямо написано. 4х4 YG. Коробочка уменьшенная. И это вроде бы более скоростная версия. Почему вроде бы? Тоже так и есть. Выдвигается вот так. Кубик смотрится вот так. Видно по логотипу. Мой кубик старый, затертый. На нем больше тысячи сборок. Не знаю, 2-3, сколько их там. Грязника. А это свеженький. На нем недолго собирают. Ну, его одолжил мне опять же мой ученик Владимир. Я сначала хотел купить себе такую же, но потом почему-то передумал. Вроде бы и на старом 4х4 мне собирать неплохо. Подожду чего-то более инновационного. Но этот кубик все же достоин внимания. И мне захотелось про него рассказать. Поэтому Владимир я тоже попросил его на денек одолжить, чтобы записать обзор. Да, записываю я это в один день с клоком. Кубик взял я на денек. Покрутил уже. Ну, я и до этого его крутил. Он приносил на занятия. И что сказать. Визуально, да не одни и те же детальки. Все то же самое. Вообще ничем не отличается. Я даже внутреннее строение сравнивать не буду, потому что оно почти такое же. А в чем же разница? Разница в том, что вот оно здесь как-то совсем мелко нарисовано. Давайте посмотрим. Возможно, вот здесь вот в справочных материалах что-то есть. Сюда я еще не заглядывал. Здесь есть запасные магниты. Здесь есть плохая отверточка этого AJ, которая прокручивается. Здесь есть пружинки на смену. Видимо, о разной жесткости. То есть, куда можно кастомизировать. Но вот кастомизация пружинками – это такой прошлый век, что даже не буду их рассматривать. И есть тут инструкция на 5 на 5. С одной стороны 5 не на 5, с другой 4 на 4. Нет, не расскажет нам про нововведения здесь какие есть. Поэтому это все обратно. Спасибо за пружинки, спасибо за магнитики. Пользоваться мы ими, конечно, не будем. Посмотрим на то, что кубик нам предлагает в стоке. Так, это отверточка тоже обратно, не на кладбище. Все верно. Ну, вот вам картинка из интернета. Вот такое вот строение под… Ну, вместо гайки такие вот какие-то подшипники здесь. И что оно дает? Оно дает… Новый MGC. Старый MGC. Ну, я стараюсь одинаково. Ну, он бы стал быстрее. Не знаю, получилось мне это продемонстрировать. Возможно, мой старенький MGC, которому уже не один год, стал каким-то вязким из-за мусора, смазки. И я его никогда не чистил. Ни разу. Этот же настолько быстрый, что просто вай. Я его взял в руки, и сразу видно, что что-то действительно здесь поменяли. То есть, знакомые ощущения от кубика MGC. Приятные. Но в то же время он стал гораздо быстрее и менее контролируемым. И гораздо более шумным. То есть, вот старый MGC. Вот новый. Они хоть визуально выглядят и одинаково, но их не перепутать. И еще WinCube 4х4 тоже сделаны на базе MGC, но там уже с улучшениями с какими-то. И стоит он подороже, чем вот этот. Этот, кстати, стоит не так уж и дешево, две с лишним тысячи. Ну, это вот такое вот интересное нововведение. Я не видел подобной конструкции пока нигде. Поправьте, если это не так. Какие-то подшипники под гайкой. Когда-то Юксин выкатывал какие-то шарики в уголках утрешки. Но вот это вот, и чтобы оно реально давало эффект, я вижу впервые. Потому и решил снять это видео. Хорошо это или плохо? Ну, куб стал реально быстрее. Для кого старый MGC казался слишком медленным. Это поможет. Мне кажется, что он чрезмерно стал быстрым. Ну, или к нему просто надо привыкнуть. Я сделал всего сборок, наверное, 12-15 на нем. И этого явно недостаточно. На смазку он почти не реагирует. Ну, к примеру, на жидкую. Потому что он и так быстрый. Его видео нужно заливать исключительно густой. Либо настраивать, делать его более спокойным. Хотя вот, он не зажат. Мой MGC, мне кажется, более расхлябанный. Микроактуатор более зажатый, но в то же время более быстрый. Давайте сборочку. Не очень удобно контролировать. Но собирать приятно. Так. Собираем Яу. Зеленый. Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание, если вдруг вы подобное захотите. Это иногда внезапно прокручиваются средние свои. Они тоже очень свободные. И с этим надо как-то жить. К этому нужно привыкать. Ну, я думаю, после тысячи сборок к этому привыкнуть можно. Мне пока иногда это выскакивает. Не в каждой сборке. Но иногда бывает. Надеюсь, сейчас не будет. Но если будет, то тоже неплохо. Так. Что здесь? Так. Эти готовы. Переходим на этап 3х3. Мы видим, как у меня чрезмерно прокручиваются иногда грани. Но зато вот паритет делать очень легко. Щелкает, гремит, кряхтит. Ну, вот ничего у нас сейчас лишнего не провернулось. И собралось все максимально быстро. Не хватает кубику контроля. Но кубик интересный. Я решил себе такой не покупать. Но если вы хотите что-то себе очень быстрое, для вас все медленное и кругом, то можете попробовать. Спид микроактуатор. MGC YJ. Новинка, по-моему, этого года. Может, я как-то пропустил его релиз. Но здесь не написано 24-го года нигде. Возможно, он и чуть пораньше вышел. Я просто пропустил. Кубик интересный. Не скажу, что он должен быть у всех. Обычный MGC поспокойнее. Да и подешевле. Можно начинать и с него. Он не потерял своей актуальности. Но выходят какие-то современные модели. Тот же WinCube. Который, не знаю, наверное, тоже не буду покупать. Подожду чего-то более-более-более революционного. Ган 5х5 вышел, но он какой-то маленький. Пока терплю. Сдерживаюсь от покупки. Ган Мегамикс крутил. Он какой-то, наоборот, крупный. Над ним подумаю. Возможно, Владимир мне его тоже одолжит. Я его денек потестирую. Но пока вот то, что есть. Вайджей MGC слегка ускоренный. Ну или слегка бешеный. Забавный кубик. Попробуйте, если мне жалко две с лишним тысячи. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.